Это криповая история с популярного форума Reddit. Если подобные мистические истории тебе нравятся, то не забывай подписаться на канал, поддержать видео лайком и написать свой комментарий. Приятного просмотра! Мне 15 лет, и я охотник за паранормальными явлениями. Всем привет! Меня зовут Немо. Думаю, вы понимаете, что это не настоящее имя. И я благодаря матери одарён, или проклят, что фактически одно и то же, чувствительностью к паранормальным явлениям. Большую часть жизни я посвятил исследованию паранормальных явлений и решил поделиться с вами наиболее интересными случаями, с которыми мне довелось столкнуться. Золотое правило работы с паранормальными явлениями – это вера. Какое бы заклинание или оберег не использовал человек, если он верит в его силу, то оно сработает. Конечно, многое зависит от сущности и силы убеждения, но в большинстве случаев, какой бы религии не придерживался клиент, чтобы он не использовал для собственной защиты – круги из соли, шалфе или что-то ещё – всё это работает, пока он в это верит. Так что не удивляйтесь тому, что описываю различные методы в разных случаях. Ещё вы, наверное, и сами знаете, что имена обладают силой, независимо от того, верите вы в это или нет. Так что ваше настоящее имя может стать оружием в чужих руках. Именно поэтому я буду использовать псевдонимы. Ну ладно, хватит скучных предписаний, пора начинать. И для начала я хочу рассказать вам о своём первом самостоятельном деле. Это случилось в апреле 2008 года. Мне было всего 15 лет, но я притворялся, что старше года на три, чтобы устроиться на работу. Первые несколько месяцев я искал работу самостоятельно. Разместил объявления на сайте, а затем отвечал на звонки и электронные письма, после чего шёл разбираться не с паранормальными явлениями, а с неисправной проводкой или грызунами. Никогда не думал, что в домах так часто селятся мыши. Однажды даже наткнулся на семейство белок. Но в этот раз всё вышло по-другому. Сначала всё выглядело как обычно. Отец семейства, мистер Ди, написал, что часто слышит шаги по ночам. Скрипущие звуки и скрип закрывающихся и открывающихся дверей. Это не выглядело зловеще и скорее говорило о куче копеечной, но лёгкой работы. Вот только бы вы знали, как мне не хотелось открывать это письмо. А когда я собрался позвонить этому клиенту, то мне показалось, что в комнате повисла пелена ужаса. Или это произошло и в самом деле. Но одно могу сказать точно, я испытывал беспокойство. Попытавшись поднять настроение улыбкой, я нажал кнопку вызова. Мистер Ди ответил после первого же гудка, словно стоял и ждал у телефона. Он рассказал мне всё то же, что описал в письме, но упомянул ещё две детали. В его доме два этажа, а его 10-месячная дочь начинает безутешно плакать, когда её пытаются отнести наверх. И именно оттуда доносится большая часть звуков. Он уже звонил в компанию по расследованию паранормальных явлений, которая покинула дом почти сразу же после захода солнца. Думаю, он не хотел меня пугать, поэтому не стал писать об этом в письме. И в данный момент он находился в доме один, так как увёз жену и дочь к родственникам. Итак, я схватил рюкзак и снаряжение, а затем отправился в аэропорт, чтобы успеть на ближайший рейс. Мистер Ди сам оплатил мне билет на самолёт, что стало приятным сюрпризом, ведь у меня практически не было денег. А через несколько часов он забрал меня из аэропорта города Мизула. По виду мистера Ди сразу становилось понятно, что он толком не спал, наверное, несколько недель. Под глазами залегли тёмные мешки, подбородок покрывала огромная щетина, а сам он явно нуждался в душе. Если он и заметил, что я моложе указанного на сайте возраста, то ничего не сказал. Он даже проигнорировал мои попытки заверить, что у меня есть опыт работы с паранормальными явлениями, которые я предпринимал по дороге из аэропорта. Так что мне осталось лишь прикрыть рот и ждать приезда в дом. За окном проносились сосны и сельская местность. Двухэтажный дом мистера Ди с огромным гаражом и облицовкой с красивой каменной плитки, которую можно увидеть лишь на дорогих домах, понравилась мне с первого взгляда. Но когда мы подъехали ближе, то я почувствовал, как резко изменилась атмосфера. Мистер Ди не стал ставить машину в гараж, а развернулся и припарковался задом на подъездной дорожке, будто собирался в случае чего запрыгнуть в машину и уехать отсюда как можно быстрее. Когда я вышел из автомобиля, то мне показалось, словно я нахожусь посреди пустыни. Только здесь отсутствовала не вода, а будто из воздуха выкачали всю энергию и жизнь. Стояла духота, а возле дома даже не летали насекомые. Мистер Ди не спешил подходить к двери, поэтому я отправился к ней самостоятельно. Схватив свои рюкзаки, я направился к входу. Мистер Ди поплелся за мной, но не доходя до крыльца, окликнул и протянул ключи, не желая подходить ближе. Я отпер замок и поинтересовался, не желает ли он показать мне, откуда исходят странные звуки. Но мистер Ди наотрез отказался и объявил, что подождет в машине. Мне оставалось лишь пожать плечами и шагнуть через порог. Внутри дома атмосфера существенно отличалась. А еще казалось, в доме очень холодно, хотя мой термометр показывал 22 градуса. Хотите верьте, хотите нет, но воздух не всегда холодеет от присутствия потусторонних сущностей. Иногда они пытаются высосать тепло прямо из вас. Солнце уже клонилось к закату, поэтому я отыскал выключатель, чтобы зажечь свет в маленькой прихожей. Дверь справа ввела в просторную гостиную, а слева на кухню. Сначала я заглянул на кухню, чтобы убедиться, что плита, тостер, микроволновка и другие приборы отключены. Затем направился в гостиную, где напротив телевизора стояли диван и несколько кресел. Я положил рюкзак на диван, на котором, судя по всему, спал мистер Ди, а затем взял фонарик, термометр, защитные амулеты и телефон. Даже на первый взгляд гостиную переполняли опасности. Кофейный столик, на который я, скорее всего, наступлю. Книжный шкаф с кучей книг, которые с легкостью полетят мне в голову. Огромный телевизор на хлипкой подставке. В дальнем углу гостиной виднелись закрытая дверь и лестница. Я заглянул за дверь, и там оказался небольшой кабинет. Но я не ощутил в нем ничего странного, так что продолжил осмотр дома. На первом этаже не оказалось ванной комнаты. Думаю, это объясняло неприятный вид мистера Ди. Я вернулся к лестнице на второй этаж, и краем глаза заметил красный отблеск. Кто-то явно наблюдал за мной. Оставшуюся часть пути до лестницы я смотрел на нее, но так и не смог ничего увидеть в свете заходящего солнца. Мне хотелось изучить обстановку дома до того, как столкнусь с потусторонней сущностью, так как я не желал застрять с демоном в каком-нибудь шкафу или чулане. Так что, собрав волю в кулак, я вступил на лестницу. Она вела в коридор с фотографиями в рамках. Я включил свет и убрал в сторону туфли, стоящие в опасной близости от верхней ступени, чтобы не споткнуться о них. Вступив в коридор, я услышал стон и скрип половиц. Что-то знала о моем приближении и не слишком радовалась этому, о чем становилось понятно, потому что в коридоре температура упала до 12 градусов. Из коридора вело 4 двери. В детскую комнату, ванную и хозяйственную спальню с собственной ванной. А вот четвертая дверь не открывалась. Она покрыла синим, а из-за нее тянулся отвратительный запах, похожий на запах смерти. Я решил заглянуть туда попозже. Для начала следовало хорошо подготовиться, пока не зашло солнце. Я схватил несколько ремней из шкафа в хозяйственной спальне, после чего собрал все игрушки и мелкие предметы в детской. Далее сложил их в сундук и перевязал его ремнями. В хозяйской спальне я спрятал вещи в шкафу и плотно его закрыл. Воспользовавшись туалетом, я прикрыл двери в обеих ванных комнатах, а после снял все фотографии со стен в коридоре и отнес их на первый этаж. Если вы еще не поняли, то существу явно нравилось обитать на втором этаже, а мне не хотелось оказаться под обстрелом осколков стекла или споткнуться на лестнице. Сейчас я понимаю, насколько наивен был, предположив, что ремни станут препятствием для потустороннего существа, но все склонны ошибаться. А тогда мне было всего 15. До наступления ночи оставалось еще немного времени, и я решил рассказать о своем плане мистеру Ди. Но когда я спустился по лестнице и подошел к дивану, то услышал, как на подъездной дорожке взревел двигатель и зашуршали шины. Черт побери. Понимая, что мистер Ди меня кинул, я все же взглянул на улицу, где, конечно же, от пикапа остались лишь следы шин. Я достал свой телефон, но оказалось, что он не может поймать сеть. Стационарный телефон, видимо, давно никто уже не оплачивал, потому что в трубке не раздавалось гудков. Я застрял в глуши в доме с какой-то потусторонней тварью, совершенно один. Вздохнув, я пожал плечами и уселся на диван, чтобы перекусить и посмотреть телевизор. Ведь до захода солнца и начала веселья оставалось еще немного времени. Я знаю, о чем вы сейчас подумали. Эй, чувак, эта тварь способна появиться и средь бела дня. Мужик на пикапе уехал, а ты застрял в доме совершенно один. Так почему ты спокойно смотришь телевизор и ешь бутерброды, словно ничего не случилось? Ну, во-первых, мне было всего 15 на тот момент, и я мало сталкивался с подобным. А во-вторых, любое проявление страха дало бы сущности больше власти надо мной. Но если вы вдруг забыли, здесь главное – вера. Конечно, я никогда раньше не противостоял потусторонним сущностям в одиночку, и мне оставалось лишь надеяться, что я сделаю все правильно, но и этого было вполне достаточно. Как раз в тот момент, когда ведущий американского идола собирался объявить, победил ли Дэвид Кук, солнце окончательно зашло за горизонт, а в доме неожиданно отключилось электричество. Что ж, отлично. И как мне теперь узнать, кто победил в передаче? Но это было наименьше из моих проблем. В доме стало холодно. Ужасно холодно. В свете фонарика я увидел, как образовывался пар от моего дыхания, после чего поспешил надеть куртку. Пришла пора отправиться посмотреть, что находилось за четвертой дверью. Я подошел к лестнице и посветил на нее фонариком. Несмотря на то, что ее высота составляла всего 12 ступеней, вверху царила полнейшая тьма. Под грохот сердца в груди я вступил на первую ступеньку, и в тот же миг на меня обрушилась какая-то сила. Стало еще холоднее. Казалось, будто даже кости немеют от холода, когда меня потащило на второй этаж. Я боролся, пытался сделать хоть шаг назад или ухватиться за перила, но, черт побери, не мог даже повернуть голову в сторону или закрыть глаза. Я вообще не мог пошевелиться. Меня словно парализовало. Боже, во что я вляпался. Я подавил нарастающую панику и собрался с мыслями, пока неведомая сила тянула меня вверх. Вы не можете сражаться с ментальными силами с помощью мускулов. Так что я сконцентрировался и оттолкнул злобную сущность подальше, после чего начал самостоятельно подниматься по лестнице. Я не собирался отступать, а собирался выяснить, куда она пропала. Ну и заодно убрать эту сущность из дома засранца, который попросил меня помощи и бросил меня тут одного. Впереди раздался тихий скрип. Четвертая дверь открылась. Пришло время главного шоу. Я вцепился в свой оберег. Маленький колокольчик. Его подарила мне мама незадолго до своего исчезновения. Обычная безделушка, на первый взгляд, которую она купила в каком-то аэропорту, но он стал дорог мне и дарил чувство безопасности. А вера и чувство безопасности вместе дают некоторую защиту от потусторонних сил. Я мысленно повторял себе это, пока приближался к двери, ощущая исходящее от предметов и моего тела тепло, словно белый свет. И тут я увидел это. Черную бесформенную фигуру, слегка поблескивающую красным. Демон, ну или сущность, что стало прообразом библейского демона. Я смотрел в его сверкающие глаза, пока меня окутывали тени. Я не мог бороться с этим, так как весь свет и надежда покинули меня. Колени подогнулись, вынуждая рухнуть на пол. Кто я такой, чтобы противостоять этой потусторонней сущности в одиночку? Ребенок, притворяющийся взрослым. Притворяющийся, что действительно знаю, как сражаться с подобными демонами. Притворяющийся. Колокольчик выпал из моих рук, а разум заполнил разноголосый смех, внося еще большую сумятицу в мысли. А в следующее мгновение меня подхватили и отбросили назад. Спина врезалась в стену, заставляя порадоваться, что я хотя бы не слетел с лестницы. Приходя в себя от удара, я уставился на дверь и попытался отползти назад, совсем забыв, что за спиной находилась стена. Все происходило совсем не по плану, но я собирался узнать ответы. Собирался. Дверь. В проеме появилась какая-то фигура, от одного взгляда на которую начала раскалываться голова. Я видел перед собой мужчину в костюме, но фигура все время менялась, словно он обладал какой-то еще формой, недоступной восприятию. Теперь-то я знаю, что так происходит, когда потусторонние сущности пытаются принять форму, подходящую нашему миру. А в тот момент я едва не намочил штаны. Здесь нет никого, кто спасет тебя в этот раз. Подойдя ко мне, сказал демон с легкой улыбкой. Подождите-ка. В этот раз? Да, я слышал. Мы все слышали о тебе. Ох, куда же подевалась мамочка? Подражая детскому голосу, выпалил он. И это разозлило меня. Но ублюдок этого и добивался. Он знал, где мама, и просто издевался надо мной. Проклятье, и где же она? Прижимаясь к стене, спросил я. Он склонил голову в бок, изображая замешательство. Ой, ну ведь ты и сам знаешь, верно? Ты все помнишь. Тебе было тринадцать лет, и ты слегка заикался. И даже слегка поругался с рассудком. Но ведь помнишь, правда? Помнишь, как они утащили ее. Заткнись! Рассверепев, я отшвырнул фонарик в сторону и бросился на демона. Мой правый кулак встретился с его щекой, после чего раздался треск, будто кости в руке не выдержали такой встречи. А существо едва почувствовало удар. Взмахнув рукой, он снова отправил меня в полет, и в этот раз я со всей силы рухнул на бок. После чего свернулся калачиком и прижал к груди правую руку. А еще я вспомнил, что демон прав. Я помогал маме, пока она пыталась отправить потустороннюю сущность обратно в Онэлит. Это место эквивалент библейского ада, вот только человеческие души никогда не попадут туда. Насколько я знаю, человеческие души поглощают яркий белый свет, а что происходит дальше, мне неизвестно. Нам предстояла привычная работа, как и сегодня, но... Я облажался, и ее забрали. На ее месте должен был оказаться я. Черт подери, это должен был быть я. Нет, 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 хватит. Я не собирался лежать и молча терпеть происходящее. Я должен выяснить, как освободить ее, а для этого необходимо пережить эту ночь. Я вновь поднялся на ноги. Должно быть, демон заметил, что мой настрой изменился, потому что коридор погряз в настоящем хаосе. Дверь ванны распахнулась, а зеркало разлетелось на куски, от чего на меня посыпались осколки. Но в этот раз я помнил, что для борьбы с потусторонними сущностями нужно использовать внутреннюю энергию, а не мускулы. Так что я представил, как меня окутывает белый свет, защищая от нападения. И это сработало. Но я понимал, что не могу позволить себе никаких сомнений и колебаний. Я направился к демону, но уже настолько страдал от боли и разозлился, что попросту позабыл, какие слова необходимо произнести, чтобы прогнать его. Так что я воспользовался его идеей и представил, как демона обволакивает белый свет и утаскивает обратно в онолит. Я постарался как можно точнее представить себе это, потратив на визуализацию все свои силы. Демон что-то кричал мне, пытался сбить концентрацию, но я не позволял себе вслушиваться в его слова. В полу комнаты появилась трещина, и белый свет медленно потянул демона к ней. Я чувствовал, что мои силы на исходе, когда из портала вырвались вопли. Но мне все же удалось продержаться до момента, когда сущность скользнула сквозь трещину в онолит и портал закрылся. Дом погрузился в тишину, а осколки зеркала повалились на пол. Я немного посидел, приходя в себя, затем подхватил с пола колокольчик, который обронил ранее. Дотащился до дивана и тут же отключился. Через несколько часов меня разбудили птичьи трели. Посетив туалет, который чудом уцелел, я вернулся обратно и сел на диван. К моей радости фотографии и телевизор. Уцелели. Сотовой связи по-прежнему не было, но электричество вновь появилось, а стационарный телефон заработал, что неудивительно. Так что я поднял трубку и набрал номер мистера Ди. Он ответил на звонок практически сразу и очень долго извинялся, что уехал, испугавшись наступления темноты. После чего он отправился за мной. Вот так закончилась эта история. После этой ситуации я решил посвятить свою жизнь поиску способов спасти душу своей мамы из онэлита. Всем привет. Эту историю я решил начать с рассказа о маме. Пока у меня у самого нет ответа на все вопросы, но я решил поделиться с вами тем, что знаю. Чуть меньше 11 лет назад мама утянула в другое измерение под названием онэлит из-за моей ошибки. Я потратил много времени, чтобы узнать, как найти и спасти ее, но, к сожалению, мне это не удалось. Так что я продолжаю работать с паранормальными явлениями в надежде, что когда-нибудь встречу кого-то или что-то и получу ответы на мои вопросы. Радует лишь то, что за это время я узнал довольно много о природе паранормальных явлений и моих способностях. Большая часть тех, кого мы считаем паранормальными существами, появляются из других измерений. Обычно это те измерения, что тесно связаны с нашим. В них живет огромное разнообразие сущностей, как добрых, так и злых. Среди них есть и онэлит, из которого появляются сущности, что я называю демонами, хотя они не имеют никакого отношения к библейским описаниям зла. Но к этим сущностям не относятся человеческие души, которые не перешли в другой мир. На первый взгляд, у моей проблемы есть довольно легкое решение. Мне необходимо попасть в онэлит, ведь как-то существа из этого измерения попадают к нам. Так что между ними есть порталы, позволяющие совершить переход. Но все не так уж и просто. Чтобы сущность перешла в другое измерение, она должна быть призвана или вызвана. А учитывая то, как я общался со всеми, кто появлялся из онэлита, мне не стоит ждать от них приглашения. Так что я ищу способ открыть портал из нашего в их мир, который не пошатнет равновесия мира. К тому же мне непонятно, как мне вести себя с сущностями на их территории. К счастью, я решаю эту проблему не в одиночку. У меня есть помощница, Сирена. И думаю, самое время рассказать о том, как я начал с ней работать. Мы познакомились, когда мне было 18. К этому времени мне уже довелось пережить множество встреч с паранормальными сущностями, и я уже разобрался, с чем имею дело. Хотя в 18 всем кажется, что они знают все на свете. Я ждал своего последнего поезда на вокзале Бостона после очередного заказа, когда получил письмо. На улице царила зима, и мне не удавалось согреться даже внутри станции. Так что, желая отвлечься, я принялся сортировать свою электронную почту, и пока удалял спам, наткнулся на письмо от некой мисс Си. Оно оказалось немного необычным. Девушка рассказывала, что что-то находилось не только в ее квартире, но и влияло на ее сознание. Подобные письма обычно приводят к двум результатам. Либо у человека оказываются медицинские проблемы, и я направляю его к психиатру, либо он действительно столкнулся с паранормальной сущностью. В письме имелось довольно расплывчатое описание сущности, как нечто, что можно почувствовать или увидеть разумом, но не глазами. И ощущение присутствия не менялось в зависимости от времени суток, что показалось мне довольно необычным. Девушка чувствовала, что сущность пытается завладеть ее разумом, и не оставляла ее в покое, чтобы она не предпринимала. Но как только она покидала квартиру, это чувство исчезало. И судя по этой интересной детали, она, скорее всего, столкнулась с паранормальным явлением. Конечно, этот факт ничего не доказывал, но заинтересовал меня, так что я решил позвонить ей. «Вы должно быть Немо?» – шепотом спросила она. «Да, это я. А вы должно быть мисс Си. Я перезвоню вам». Все так же шепотом ответила она, затем в трубке раздалось шарканье ботинок, и девушка сбросила вызов. Это было странно, но в моей работе часто встречаются странности, так что я принялся ждать ее звонка и решил убить время, наблюдая за людьми на станции. Судя по всему, парень, сидящий напротив, принимал какие-то наркотики, потому что он раскачивался взад и вперед с отсутствующим выражением на лице. Я глядел станцию, чтобы подыскать себе место поудобнее, когда мой телефон зазвонил. Оказалось, что мисс Си не хотела, чтобы сущность узнала о нашем разговоре, так что ей пришлось выйти из квартиры. Я уточнил некоторые подробности из письма, затем спросил, слышала ли она какие-то странные звуки или замечала, что предметы двигались сами по себе. В общем, узнал, сталкивалась ли она с обычными паранормальными явлениями. Девушка ответила, что ничего подобного не происходило, лишь ощущение чужого присутствия в ее сознании. Как и многие мои клиенты, она уже пыталась обратиться за помощью к другим экспертам, но никто не нашел ничего необычного в ее квартире. А вот ее соседям совершенно не нравились постоянные толпы людей, шастающих к ней в любое время дня и ночи, что еще больше расстраивало мисс Си. Я согласился приехать к ней и посмотреть, смогу ли помочь. Я рассказал ей, с чем мне раньше довелось сталкиваться, но не думаю, что она поверила. И в этом трудно ее винить. Вряд ли паранормальные сущности, способные бросить человека через комнату, и порталы в другие измерения часто встречаются в повседневной жизни. К тому времени, как я закончил разговор, одурманенный парень смотрел на меня, как на нового Мессию Христа. Так что я не стал задерживаться и отправился к кассам, где поменял билет, чтобы отправиться в международный аэропорт имени генерала Логана. А уже там пересел на ближайший самолет до Флориды. Поездку домой пришлось отложить ради полета на юг. Что ж, по крайней мере, там будет теплее, чем в Бостоне. Спустя 16 часов дороги я, наконец, прибыл в Тампу. Я никогда не мог заснуть в самолетах, так что едва держался на ногах. Но даже в таком состоянии я бы не сел в попутку, опасаясь встречи со странными и сумасшедшими незнакомцами. Поэтому вызвал такси до дома Мисс Си. Район, в котором она жила, мало чем выделялся. Здесь располагались не самые дорогие, но и не самые дешевые квартиры. На крыльце нужного мне дома сидела немного нервная девушка и крутила в руках телефон. Как только я расплатился с таксистом и достал свои сумки, она подошла ко мне и представилась Мисс Си. Мы немного поговорили о происходящем в ее квартире, после чего я сказал, что хотел бы осмотреть помещение. Девушка не решалась зайти внутрь, утверждая, что всякий раз, переступая порог квартиры, чувствует себя все более и более потерянной. Поэтому переживала, что в какой-то момент просто забудет, кто она такая. Ведь очень часто в последнее время она забывала название города, в котором живет, и даже как пользоваться некоторыми приборами в доме. Эта информация удивила меня, потому что я никогда не сталкивался ни с чем подобным, если это имело отношение к паранормальным явлениям. Демоны Онэлита могут заставить человека почувствовать то, что не происходило в настоящем, или завладеть его телом. Световые сущности из Эникса проникали в сознание людей с помощью телепатии. Но я не слышал о паранормальных существах, которые влияли бы на психическое здоровье людей таким странным способом. Я отправился в квартиру один. Ведь именно для этого меня и наняли, верно? Но перед этим мисс Си требовала с меня обещание позвонить, если что-то случится. Затем она дала мне ключи и посоветовала подняться на третий этаж пешком. А затем долго провожала взглядом, пока я поднимался по ступеням крыльца. Выйдя в подъезд и медленно поднимаясь на третий этаж, я не заметил никаких странностей, ну, если не считать тусклого освещения. Хотя и этому я быстро нашел объяснение. В подъезде давно не меняли лампочки, и несколько из них перегорело. Коридор на третьем этаже тоже показался мне совершенно обычным, со слегка облупившейся краской на стенах и потертым ковром под ногами. К моменту, когда я подошел к двери с номером 311, то начал подумывать, что у мисс Си просто приступы тревожности. И начал придумывать, как бы поспокойнее объяснить ей это. А еще решил проверить, нет ли в квартире утечек угарного газа, и порадовался, что взял с собой подходящее оборудование. Я часто таскал с собой инструменты, потому что большинство моих заказов заканчивались обычным ремонтом. Я присел на корточки, поднес прибор к щели под дверью и проверил воздух на наличие углекислого газа. Но ничего не обнаружил. Я открыл двери и проверил еще раз. Однако прибор не находил никаких отклонений. Я осмотрел квартиру, которая выглядела вполне обычно, и никакой странной энергии не ощущалось. Я протянул руку и включил свет, после чего в квартире зажглись лампы. Даже мой верный термометр показывал 24 градуса тепла. Но стоило мне переступить порог, как меня захлестнула волна сильнейшего смятения и потерянности. Сделав несколько шагов, я случайно запнулся о ковер и упал. При падении я ударился головой о маленький столик у входа, и у меня потемнело перед глазами. Я всегда считал себя осторожным. Я очнулся от хлопка закрывшейся двери лежа на диване, в кругу света, растерянной и напуганной, и в полнейшей тишине. Я повернулся и тут же свалился на пол. Подождите-ка. Я ведь уже падал. Протянув руку, я коснулся головы и ощутил на пальцах влагу. Поняв, что ударился головой, я осмотрел квартиру. Кажется, я общался во дворе со своими друзьями и упал. А теперь... Эй, что еще за друзья? О чем я? Пытаясь сообразить, что же со мной произошло, я вдруг понял, что не могу вспомнить собственное имя. Ни настоящего, ни псевдоним, но самое ужасное, что я даже не понимал, кто я. Казалось, мир перевернулся с ног на голову. Если у меня нет настоящего имени, то у кого или чего оно есть? И это вывело меня из замешательства, которое, скорее всего, вызвало удар по голове. Меня охватило множество эмоций, и казалось, что хоть часть из них принадлежит мне, вторая часть навязана кем-то другим. Однако я решил разобраться с этим позднее, так как вспомнить свое имя, на мой взгляд, важнее, чем выяснять, как я отношусь к случившемуся. Стоило мне открыть глаза, как их затопил белый свет, а вокруг закружилось множество существ, словно играющих друг с другом. Они казались счастливыми, хотя и непонятно, почему я так считал, ведь мне не удалось ничего разглядеть. Я закрыл глаза и понял, что все еще вижу свет, но уже внутренним взором. А еще я не могу представить квартиру, в которой нахожусь. Я решил на ощупь понять, что же меня окружает. Подо мной определенно находился ковер, а позади диван. Так что, скорее всего, я все еще находился в квартире мисс Си. Видимо, я упал с дивана, когда попытался повернуться и сесть, вот только мне все еще не удавалось вспомнить, как я добрался до дивана. Но решил подумать об этом позже. Сейчас меня больше интересовало, на что я смотрел. Это не вызывало ощущение угрозы, не пыталось навредить мне и не источало злобу. Единственное, что меня пугало, я так и не мог вспомнить своего имени, что уже начинало нервировать. Поэтому я решил попробовать поговорить с тем, кто находился рядом. «Эй, кто-то хочет поговорить со мной?» Громко спросил я, у квартиры или света. Я все еще не понимал, что видел. Квартиру или какое-то воспоминание. И тут же ощутил, как одно из существ, находящихся рядом, придвинулось ко мне. И я, не открывая глаз, постарался рассмотреть его. Существо выглядело, как красивая женщина с длинными струящимися серебристыми волосами. Ее кожа казалась почти прозрачной и бледно-фиолетовой, словно она не должна быть видна человеческому глазу. Судя по всему, она не желала мне зла, но пока она приближалась, все вокруг начало меняться. Постепенно я увидел и других существ в свету. Все они оказались похожи на женщину, что я увидел первой, но при этом разного возраста. Понаблюдав немного, я кое-что понял о них и окружающем мире. И это знание возникло у меня в голове само по себе. Перед моим мысленным взором появились друзья, которые играли на светящейся траве с детьми или держали на руках карапузов. Их переполняла такая радость и счастье, что я даже потерял счет времени. Казалось, я вернулся домой. Но внезапно все изменилось. Надо мной нависла какая-то угроза, а меня охватило непостижимое чувство утраты. С горизонта надвигалась тьма, а свет, исходящий от травы, погас. Такого еще никогда не случалось с нами. И мы в замешательстве смотрели, как приближается тьма. Один из любознательных детей протянул руку к стене и раздался крик, который пробрал всех нас. А затем его рука исчезла. Безмятежность сменилась смятением и паникой, пока мы пытались убежать подальше отсюда, не разбирая дороги. Но куда мы могли пойти? Тьма подступала со всех сторон, не давая и шанса спастись. Мы ничего не понимали, но казалось, вся реальность трещала по швам, а нашему существованию пришел конец. А затем мы превратились в одно целое, что совершенно не укладывалось у нас в голове. Реальность исказилась, и мы провалились сквозь нее. Через какое-то время нас вновь окутал свет. Но он оказался странным и тусклым. Мы огляделись по сторонам и увидели, что находимся в строении, в ловушке. Вокруг не было видно ни неба, ни травы, ни яркого света. Мы решили обратиться к странной тени, что приходила и уходила из этого места, но она испугалась и убежала. Впервые с рождения мы оказались совершенно одни и никогда не должны были слиться в единое целое. Никогда! Это знание медленно осело в голове. Я тут же обнаружил, что вновь воспринимаю себя как отдельное существо. А затем... О чудо! Я вспомнил, кто я такой. Существо, которое поселилось в квартире Мисс Си, показало мне, как очутилось в этом мире. В прямом смысле своими глазами. Я подождал несколько минут, чтобы мы с ним могли успокоиться, после чего решил узнать его имя. Но, как оказалось, ему совершенно чуждо понятие имени. От этого я даже вздохнул с облегчением. Потому что... Это означало, что он никак не сможет использовать мое собственное имя против меня. Что-то эта история затянулась, да и все основные события я уже описал, так что постараюсь завершить все побыстрее. Приспособившись к необычному способу коммуникации, ведь мы общались без слов, мне удалось выяснить, что эта паранормальная сущность пришла из альтернативной реальности, которую я решил назвать... Йотис. Населяющие его сущности были объединены в единый телепатический разум, как в вульи. Но при этом каждая из них обладала собственным сознанием. Все они выглядели как женщины, хотя понятие пола к ним неприменимо, поскольку молодые особи создавались благодаря слиянию намерений и воплощению заботы. К тому же их окружал яркий ультрафиолетовый свет, который исходил от травы, а не от неба. Насколько я понял, Йотис оказался разрушен неизвестным бедствием, во время которого грань между нашими измерениями истончилась, и сущность смогла проникнуть в наш мир и в эту квартиру. Мне хотелось многое обсудить с ней, так что я даже предложил ей перебраться ко мне в квартиру. Пришлось потратить какое-то время, чтобы объяснить, что я имею в виду, но мне все же удалось это сделать. И сущность теперь живет со мной. К счастью, она научилась общаться спокойнее, так что я не путаюсь и не вижу того, чего нет, пока мы общаемся. А несколько месяцев спустя существо осознало, что означает понятие имя, и решило, что его должны звать Сирена. Мисс Си очень обрадовалась, что квартира вновь оказалась в ее распоряжении, хотя и переживала из-за шишки у меня на голове. Она велела мне отправиться к врачу, чтобы убедиться, что я не сильно пострадал. Кстати, я только сейчас понял, что слегка ввел вас в заблуждение, когда выбрал для клиента псевдоним на ту же букву, что и имя Сирены. Простите, я не специально. Сейчас мы с Сиреной отлично ладим. Она очень милая, и, я думаю, пугает людей лишь тем, что они не привыкли общаться только чувствами и изображениями. А еще оказалось, что сущность, умеющая читать чужие мысли, очень полезна, когда ищешь какую-то информацию. Через несколько лет после нашей встречи она помогла выяснить, какой демон в Онэлите завладел душой моей матери. Ну а эту историю я расскажу вам чуть позже. В прошлый раз я пообещал, что расскажу вам, как Сирена помогла мне узнать имя демона, который захватил душу мамы. Я постараюсь быть кратким, потому что вчера напал на еще один след, который хочу как можно быстрее проверить. Итак, в начале 2014 года меня позвали провести экзорцизм. Одна верующая католическая семья пригласила священника, чтобы осветить их дом и выманить из него сущность, которую они считали демоном. Священник, отец Аш и его помощник сделали все, что могли, но обряд прошел не очень удачно, если можно так сказать о случившемся. Я неспроста проверяю дом на опасные предметы перед тем, как приступить к работе. В процессе проведения экзорцизма помощника священника отшвырнуло на расшатанные перила, и он слетел со второго этажа, после чего его пронзило каким-то осколком. Неудивительно, что семья не захотела больше жить в этом доме и выставила его на продажу. И не мне их винить, на самом деле мне позвонил сам священник. Видимо, он решил отомстить этой сущности. Да, немного странно, но кто я такой, чтобы судить людей? Поэтому мы с ним на пару вломились в выставленный на продажу дом, чтобы разобраться с демоном. Сирена решила отправиться со мной, но так как она практически невидима, я не стал предупреждать о ней отца Аша. Позвольте кое-что прояснить. Сирена не доверяет людям, поэтому сначала не хотела, чтобы я вообще рассказывал о ней. А еще у нее есть физическая форма, и она умеет воздействовать на вещи, поэтому ей следует быть осторожнее и вести себя тихо, чтобы не привлекать внимания. За время, прошедшее с момента, когда сюда приходил отец Аш со своим помощником, дом успели отремонтировать. Но мне хватило и одного взгляда, чтобы понять, это не самое лучшее место для схватки с демоном, на которую я так надеялся. Понимаете, мы с Сиреной работали в паре, стараясь получить больше информации об онэлите. И, конечно же, демоны не делились ей добровольно. Обычно я отвлекал демонов и задавал наводящие вопросы, а Сирена считывала с них ответы. Но, к сожалению, они предпочитали поскорее напасть на меня, так что нам еще не довелось узнать что-то полезное. Однако в этот раз меня не покидала надежда, что отец Аш поможет отвлечь демона, пока будет проводить экзорцизм. Как только мы переступили порог, стало понятно, что наше присутствие заметили. Вокруг нас сгустилась темная энергия и тут же затянула вперед. И почему все считают, что потусторонние сущности любят подвалы? На мой взгляд, им больше нравится спихивать людей с лестниц или лестничных площадок. Но вернемся к рассказу. Энергия сгустилась вокруг нас, от чего в комнате начали двигаться некоторые вещи. В основном это были небольшие предметы, рамки с фотографиями, украшения и прочая мелочь. Отец Аш начал зачитывать молитву, то и дело уворачиваясь от летающих осколков. А мы с сиреной медленно пробирались к лестнице вдоль дивана. Но стоило нам добраться до первых ступенек, как демон, судя по всему, решил, что мы слишком медлительны, так как нам в спину полетели осколки и куски от рамок для фото. Отцу Ашу это явно не понравилось, так как он взлетел на второй этаж и еще яростнее и громче принялся читать молитвы. Они звучали сумбурно, хотя сами молитвы он выбрал вполне подходящий случай, но самое главное – Отец Аш отвлекал демона, а именно это мне и требовалось. Наконец, сущность материализовалась перед священником, приняв телесную форму. И пока Отец Аш продолжал читать молитвы, демон насмехался над ним и его погибшим помощником. С каждым словом священник распалялся все сильнее, так что вскоре мне пришлось вмешаться. «Скажи мне свое имя!» – потребовал я. Демон тут же перевел взгляд на меня, позабыв или специально игнорируя отца Аша. «Мое имя? Зачем такому молокососу, как ты, мое имя?» – начал издеваться надо мной он. «Может, лучше ты скажешь мне свое имя?» Боже, эти детсадовские шуточки устарели много лет назад, но Сирене удалось уловить в его мыслях слово «разим». Скорее всего, это лишь часть его имени, но я решил воспользоваться тем, что есть. «Нет, давай поговорим о тебе, Разим. Не часто услышишь такое экзотическое имя?» – ответил я. Демона явно удивило, что я назвал его имя, а затем невидимая сила обхватила мое тело и потянула назад. Не успел я моргнуть, как висел вниз головой под самым потолком и смотрел с высоты второго этажа на пол внизу. И почему всем так нравятся открытые лестницы? Пока я размышлял, как Разиму удалось провернуть это без единого жеста, внизу раздался громкий смех. Черт, их оказалось двое. Отец Аш подбежал к перилам и попытался дотянуться до меня. Я закричал, чтобы он отошел от перил подальше, но священник не послушал меня, а через мгновение Разим ухмыльнулся, взмахнул рукой и перекинул отца Аша через перилы. К счастью для священника, сирена догадалась, что демон провернет этот трюк, поэтому спустилась на первый этаж и поймала его. Я же продолжал висеть вниз ногами и слушал, как второй демон осыпал меня привычными угрозами и насмешками в стиле «Ты не смог спасти ее, это ты во всем виноват». «А ты знаешь, сколько демонов я изгнал из этого мира?» Разозлившись, выпалил я. «А ты знаешь, сколько людей я убил здесь?» Продолжил доставать меня демон и начал рассказывать особо ужасную историю убийства. И тут я не выдержал. «Где она?» – перебил я. На лице второго демона мелькнуло замешательство, и я понял, что сейчас узнаю какую-то информацию. И мое предчувствие оправдалось, потому что через мгновение он подумал о демоне Майнас Юсоф. Поняв, что облажался, он со всей силы швырнул меня в пол. Я попытался сгруппироваться, чтобы смягчить удар, но не успел. И в итоге приземлился на левую ногу, заполучив сложный перелом кости. Ситуация явно усугубилась, ведь теперь и Розим, и второй демон намеревались не просто поиграть с нами, а убить. Наступил момент, про который обычно говорят «сейчас или никогда». Вот только моя нога превратилась в пульсирующий шар боли, мешая сосредоточиться. Вдобавок, мысли, что впервые за несколько лет мне удалось заполучить хоть какую-то полезную информацию, сильно отвлекали. А я не мог сейчас себе этого позволить. Розим и второй демон замерли по разные стороны от нас с отцом Ашем. Сирена не показывалась мне, так что оставалось надеяться, что с ней все в порядке. Священник явно начал паниковать. Сейчас только этого не хватало. Поэтому я залепил ему пощечину, чтобы привести в чувство. «Хватай свою Библию и приступай к работе!» Грубо рявкнул я. «Давай отправим этих гадов домой!» Порадовавшись, что отец Аш взял себя в руки, я схватился за диван и опёрся на здоровую ногу. Мы встали спина к спине. Я лицом ко второму демону, а священник к Крозиму. Отец Аш начал зачитывать молитву, предназначенную для экзорцизма. Я же собрал все свои силы, чтобы открыть врата и вытолкнуть второго демона в онолит. К этому моменту я уже вполне хорошо умел это делать, но в тот день мне с трудом удавалось сосредоточиться. Когда я представил, как белый свет утягивает второго демона к порталу, в воздух наполнился воем. Он цеплялся когтями за пол, вырывая целые доски и всё, что попадалось на пути. Уже у самого портала он едва не вырвался из моей хватки, но спасибо сирене. В этот момент большая рамка для фотографий врезалась ему в лицо. Я обернулся, чтобы посмотреть, как дела у отца Аша, а он как раз закончил читать молитву. Раздался оглушительный свист, после чего Розим вспыхнул пламенем и через мгновение осыпался на пол горсткой пепла. Видимо, отец Аш действительно жаждал мести, так что не прогнал демона в онолит, а уничтожил его. Разобравшись с этими тварями, мы поковыляли на улицу. Нам пришлось отойти подальше от дома, чтобы никто не мог нас обвинить в незаконном проникновении, прежде чем вызвать мне скорую. После этого я несколько месяцев провел в гипсе, а затем еще несколько месяцев ходил в лангетке. Но это мне показалось малой платой за информацию, которую удалось заполучить. Вот только она мне не сильно помогла. За прошедшие с того дня пять лет я не раз пытался пропихнуть себя в портал, но это почему-то не срабатывает. Затем у меня возникла мысль, что существа, родившиеся в онолите, обладают какой-то связью со своим измерением, и именно она позволяет проходить сквозь портал. Поэтому я дождался появления еще одного демона и попытался последовать за ним, но и эта попытка провалилась. Как бы я ни старался, мне не удавалось пробраться на ту сторону. Застряв в тупике, я начал публиковать эти истории, и вчера вечером получил интересную наводку. Мне пришло письмо от пользователя, которого я буду звать мистер М, где он спрашивал, что я думаю о странных событиях, произошедших в его городе. В лесу, неподалеку от дома мистера М, пропало несколько людей. Обычно мне сообщают об исчезновениях скота, или оказывается, что во всем виноват какой-нибудь психопат, но у этих исчезновений имелась одна особенность. Они происходили при свидетелях. И к этому моменту насчитывалось уже три случая, когда люди на глазах у своих друзей бесследно исчезали среди деревьев. Из уважения к мистеру М, я не стану говорить, что это за место. Но весь вчерашний вечер, я выискивал билеты, чтобы поскорее попасть туда. И мне удалось выкупить билет на ночной рейс. Понимаете, я думаю, что это какое-то естественное искажение между измерениями, которое может исчезнуть в любой момент. Так что стоит поторопиться, если я хочу пройти сквозь портал в Онэлит. Прибыв сюда днем, я прогулялся по лесу, но до сих пор не нашел портала. Правда, все исчезновения происходили в глубине леса. Поэтому мне просто нужно дождаться рассвета и забрести подальше. Но даже то, что я увидел сегодня, вселяет в меня надежду, что в этот раз все получится. Сначала я набрел на поляну клевера, и у всех цветов было по четыре листа. Под упавшим деревом я разглядел фосфорисцирующие грибы. В одном месте я наткнулся на крылатых гусениц, которые пытались опылить венерину мухоловку. А когда растение схватило их, я заметил у него острые зубы. Стоило мне чуть углубиться в лес, как появился неприятный запах, напоминающий смерть. Знакомо, не правда ли? А температура начала резко снижаться. Я не думаю, что виной этому заходившее солнце. Вдобавок к этому пару раз я замечал отблеск глаз, наблюдающих за мной. Не думаю, что они принадлежали демонам. В итоге, мне пришлось вернуться в отель. Теперь я планирую хорошенько выспаться, чтобы рано утром отправиться на поиски портала и попытаться пройти сквозь него. Боже, вы не представляете, как меня будоражит эта мысль. Надеюсь, через несколько дней я вернусь к вам с хорошими новостями. А пока, пожелайте мне удачи. Надеюсь, скоро я смогу покончить с этим. Всем привет! За прошедшие годы я приучился тщательно продумывать свои действия, а не бегать от потусторонних существ, которые хотят меня убить. Но главная моя цель состоит в том, чтобы пробраться в Онэлит и отыскать маму. В этом плане есть только два слабых места. Непонятно, смогу ли я там оставаться незамеченным. И неизвестно, работает ли там открытие порталов так же, как и здесь. Вдруг мне не удастся открыть проход обратно. К тому же мне не удастся взять с собой сирену. Мы обдумывали эту возможность, но она телепат, и я не уверен, что она сможет находиться в таком месте. Она умеет отключаться от людей, но с демонами это работает по-другому. И даже встреча с одним или двумя демонами дается ей тяжело. Что уж говорить о целом измерении, принадлежащем им. Но при этом она не хочет, чтобы я шел туда один, так что мы продолжаем спорить на эту тему. Как вы, наверное, уже догадались, мне не удалось пробраться в Онэлит. Это очень расстроило меня, хотя мне следует радоваться, что я вообще пережил этот день. Оказывается, существует много такого, о чем я и не знал. Но вернемся к рассказу. Рано утром я взял походное снаряжение и запас еды на неделю, намереваясь бродить, пока что-нибудь не отыщу, после чего отправился в лес. А сирена решила составить мне компанию. Еще вчера мне пришла в голову мысль, что стоит идти в направлении отвратительного запаха. Шагая по лесу, я присматривался к флоури и фауне, окружающей меня. Я полагал, что странности, замеченные мной вчера, появились из других измерений. И мне оставалось лишь надеяться, что часть из них родом из Онэлита. Так что у меня была возможность получить некое представление о том, чего ожидать на другой стороне портала. Пришлось прошагать по лесу несколько часов, пока я не добрался до той его части, где росли светящиеся грибы и летали странные гусеницы-самоубийцы. Здесь многие растения еще выглядели вполне привычно и узнаваемо, но у всех была какая-то странность. Мы как раз заканчивали привал, а я пытался понять, с какой стороны пахнет хуже, когда сирена заметила, что за нами наблюдают. Это было то же существо, что и вчера, но точно не демон. Однако и дружелюбием оно не отличалось. Мы решили продолжить путь, надеясь, что через какое-то время существо оставит нас в покое. И чем больше мы углублялись в лес, тем больше казалось, что мы погружаемся в какое-то безумие. Постепенно окружающие нас растения и животные становились все более необъяснимыми. И в какой-то момент мы пересекли грань между... Не знал, что у оленей бывает столько ног и... Боже, даже не представляю, что это за фигня. Нам попадались не только светящиеся растения с множеством зубов, но и деревья, которые умели ходить. И думаю, иногда они перемещались специально, чтобы сбить нас с пути. А встречающиеся животные все больше не походили на тех, что живут в моем мире. Некоторые из них взрывали воображение. Например, нам навстречу попался косяк или стая светящихся существ, которые проплыли мимо нас, издавая слабые звуки, напоминающие музыку. Они словно пели нам. Но самое главное, мне стало казаться, что я нахожусь не на земле. А значит, мы с сиреной приближались к месту, где наше измерение соприкасалось с другим. Лесная подстилка под ногами стала напоминать песок, который, по словам сирены, был цветов ультрафиолетового спектра. Мне же он казался тускло-коричневым. А когда я его рассмотрел получше, то понял, что он совершенно не похож на земной. Хотя бы из-за запаха. Думаю, его цвет напомнил сирене Айотисе, потому что она на какое-то время затихла. Вы еще не забыли про существо, что следило за нами? Да-да, оно никуда не делось. И выбрало именно этот момент, чтобы появиться из-за дерева. Оно было просто огромным, больше двух метров в высоту, а его тело состояло из мышц, которые виднелись под тонкой кожей. Видимо, оно обладало намного лучшим зрением, чем я, потому что не обратило на меня никакого внимания, а бросилось прямо на сирену, сбив ее с ног. Я понял это, потому что под ним на песке появился отпечаток тела человека. Черт! Я подготовился перед тем, как отправиться в лес, и взял с собой нож с лезвием в 12 сантиметров. Я сразу же потянулся к нему, но что бы это ни было, существо даже не взглянуло на меня, рыча что-то на непонятном языке сирени. Я воспользовался этим и подкрался к нему сзади, держа нож наготове. Судя по отпечаткам на земле, сирена лежала под его весом. Подобравшись ближе, я кинулся на спину твари, собираясь всадить нож как можно глубже в его тело, и тут у меня в голове прозвучало громкое «Нет!». Но как что-то изменить, когда ты уже бросился в атаку? Я врезался в них всем своим весом, но мне удалось отвести нож, и на коже существа остался лишь маленький разрез, из которого начала сочиться черная кровь. Зато теперь я привлек его внимание. Продолжая сжимать нож, я отполз назад, поднялся на ноги и принялся ждать, что же произойдет дальше. Существо тоже встало, посмотрело на меня, затем перевело взгляд на сирену, а затем снова на меня и отступило в сторону. Сирена тут же подала голос и рассказала, что существо потерялось и на самом деле не хотело нам зла. Думаю, она забыла, что я не могу ее видеть и не подумала о том, что я могу воспринять эту ситуацию иначе. Я позволил ей взять инициативу и отступил назад, а затем убрал нож. Оказалось, что существо появилось из другого, близко расположенного к нашему измерению, и проникло в наш мир из-за истанчившегося барьера между мирами. А следовало оно за нами лишь потому, что заблудилось, а мы выглядели так, будто знали, куда идем. Сирена объяснила, что существо может воспринимать ее мысли, и когда она подумала о Йотисе, оно решило, что мы знаем, как ему попасть домой. Хотя мне не понравилось, что существо напало на нас, было трудно не пожалеть его из-за того, что оно застряло в таком странном месте. Я перевязал ему спину и попросил Сирену передать, что мы постараемся помочь ему вернуться домой. И пока они обсуждали, где именно находился портал в другое измерение, я повел нашу команду дальше. Но когда мы приблизились к месту соприкосновения нашего мира с другим, я осознал свою вторую ошибку. Видите ли, это оказалось неестественное искажение. Примерно метров за сто мы услышали пение, а сирена почувствовала присутствие множества разумных существ. Воздух искрил от энергии и ощущения множества пространств, которые пытались слиться воедино, когда границы между измерениями разрушатся. Мы переглянулись и как можно тише прокрались вперед, что удалось сделать благодаря песку, на котором шаги практически не слышны. Метров через пятьдесят пение слышалось гораздо отчетливее. А еще с десяток метров спустя я смог разглядеть сквозь деревья несколько фигур в мантиях с капюшонами. Видимо, я оказался не единственным, кого интересовали другие измерения. И, похоже, эти люди проводили настоящий ритуал, желая попасть туда. Мы подобрались поближе и медленно двинулись вокруг полян и стараясь рассмотреть все получше. В центре стоял алтарь, около которого возвышалась одна из фигур в капюшоне с книгой в руках, а остальные выстроились в круг на некотором расстоянии от него. На ритуал также намекали странные символы, вырезанные на деревьях, окружавших поляну. А за кольцом из фигур находились порталы, ведущие, судя по всему, в другие измерения. Они смещались и сплетались, словно мираж в пустыне, но изображение за каждым из них оставалось неизменным. Я решил обойти поляну и поискать то, что ведет вон Элит, предполагая, что смогу узнать его, так как отправил туда много демонов через собственные порталы. Он должен быть где-то здесь. Я чувствовал его вонь. Мы с сиреной начали спорить, отправится она со мной или нет. Честно признаться, я переживал не только из-за затруднений, связанных с чтением мыслей, но из-за того, что прекрасно понимал, что мой план возвращения на Землю не особо надежен. И мне не хотелось, чтобы она застряла там вместе со мной, если он провалится. Мы почти обошли всю поляну, когда я, наконец, увидел его. Портал находился от нас примерно в 20 метрах, и только я принялся просчитывать, как подобраться к нему, как мускулистое существо увидело проход в свое измерение. Он выбрался из-за деревьев и ринулся прямо к кольцу фигур, отбросив пару человек в сторону. Через мгновение он исчез, вернувшись домой. Счастливчик. А вот нам повезло намного меньше, ведь его действия привлекли к нам внимание, и все фигуры в капюшонах повернулись в нашу сторону. Но так как они были людьми, то видели только меня. Классно, правда? И в довершении ко всему они перестали петь, и порталы стали больше напоминать миражи, чем переходы между измерениями. Решив, что самое время действовать, я бросился сквозь проход, образовавшийся после прорыва мускулистого существа, но свернул не направо к его порталу, а налево, где виднелся онэлит. Вы удивитесь, но никто не попытался остановить меня. Люди в капюшонах молча смотрели, как я кинулся к порталу и отскочил от него, как от батута. Вы представляете? Я находился так близко от портала, что видел другое измерение. И наконец-то осознал, почему не могу пробраться туда. Но об этом я расскажу чуть позже. А сейчас я сидел на земле и упирался в невидимую стену портала рукой, пока он не исчез через несколько секунд. Не знаю, сколько я просидел там, пялись перед собой, пока сирена не схватила меня и не потянула за руку. Люди в мантиях тоже решили действовать и направились ко мне. Я смотрелся по сторонам, и мне на глаза попался парень, стоявший у алтаря с книгой в руках. У меня тут же возникла идея. А почему бы мне не взять книгу? Видимо, в ней содержались какие-то инструкции, учитывая то, как человек прижимал ее к груди. Я поменял позу, сев на корточки, и принялся ждать удобного момента, чтобы затем воспользоваться своей твердой головой для полезного дела. Как только люди в мантиях подошли ко мне на расстояние вытянутой руки, я рванулся вперед со всей возможной силой. Удар пришелся им по коленям, отчего несколько человек упало, и я смог протолкнуться сквозь них. Вскочив на ноги, я подбежал к человеку с книгой и сделал единственное, что у меня всегда выходило прекрасно. Врезал кулаком по его лицу. Человек выронил книгу, и та поплыла по воздуху в руках сирены, которая подстраховывала меня. Мы кинулись в лес, стараясь уйти от погони, и тут мне пришла в голову мысль, что бумажник с удостоверением личности остался в рюкзаке. А если люди в мантиях наткнутся на него, то узнают мой адрес и станут преследовать меня, пока не заберут свою книгу обратно. Сирена уловила эту мысль, и мы одновременно свернули в нужном направлении. Мы почти добрались до рюкзака, когда кто-то схватил меня за руку. Вспомнив про нож, я резанул наотмашь по руке, и хватка тут же ослабла. Через пару шагов я подхватил свой рюкзак и крутанул им в воздухе, сбивая с ног второго человека. После этого натянул лямки на плечи и вновь бросился наутек. Я нахожусь в довольно хорошей физической форме, как и сирена. Но думаю, нам удалось оторваться от преследователей лишь потому, что бегать по лесу в мантиях длиной до лодыжки не очень удобно. К тому же так сложилось, что погоня началась примерно часа в четыре, а зимой темнеет рано, особенно под кронами деревьев, так что мне удалось спрятаться от погони под большим полым пнем, пока сирена караулила рядом. Нам пришлось поплутать по лесу, но благодаря карте и компасу мы довольно скоро выбрались из него, а около шести вернулись в отель. Теперь вопрос стоял лишь в том, смогу ли я понять, как работать с книгой. И, судя по всему, мне предстояло определиться с тем, как защитить себя в онэлите и как вернуться на Землю вместе с мамой. Чуть раньше я обещал объяснить, почему же не могу пробраться туда. Что ж, все просто. У меня есть физическая оболочка. Я уже выяснил, что приходя в наши измерения из онэлита, демоны обладают телом лишь в том случае, если тратят энергию на его создание. А также знал, что души людей можно перетащить в онэлит. Но почему-то лишь после случая в лесу я понял, что физические тела не могут проходить сквозь измерения. Но не стоит сходить с ума и думать, что мне придется убить себя, или придумать что-то подобное, чтобы пройти сквозь портал. Ведь я могу создать астральную проекцию, когда душа временно покидает тело, а затем может вернуться обратно. Главное найти того, кто сможет присматривать за моим телом, пока меня не будет, и отвезти в больницу, если что-то пойдет не так. Я не раз принимал поспешные решения, особенно в последнее время, так что мне не хочется торопиться в этом вопросе. Поэтому я старательно продумываю план действий вместо того, чтобы бросаться в омут с головой. И в этом мне помогает украденная книга. Кстати о ней. Мне потребовалось несколько дней на ее изучение, потому что она, как и большинство ритуальных книг, написана не на английском. Первое время я чувствовал себя виноватым за то, что ударил того человека и украл книгу. Но после того, как я вспомнил слова из песнопения и отыскал нужный раздел в книге, от чувства вины не осталось и следа. Они пытались открыть врата в другие измерения, хотя в книге явно указывалось, что это повлечет конец нашему миру. Вот только я понятия не имею, зачем они пытались это сделать. Я не особо силен в иностранных языках, так что мне пришлось отсканировать всю книгу, а затем несколько раз прогнать через разные словари, чтобы понять, на каком языке она написана. Вы, наверное, предположили, что она на латыни или еврите, но это не так. Она написана на древнегреческом. Видимо, человек, описавший в ней все ритуалы, говорил именно на нем. Вот только мне в руки попал не оригинал книги, а, судя по современному твердому переплету, ее копия. Так что остается лишь надеяться, что все переписано точно. Вместо имени автора на первой странице значилось слово «автор». Ниже город, в котором она писалась, Коринф. И дата создания, примерно 146-й год до нашей эры. Судя по Википедии, именно в том году римляне разрушили древний Коринф. В первых главах автор написал те же предупреждения, которые бы высказал и я в наши дни. Имена обладают силой, хотя вера – главное оружие. Далее он повествует о какой-то божественной силе, обитающей в тайных местах. И я почти уверен, что он говорил о том, что я называю другими измерениями. А теперь позвольте перейти к вопросу, который интересует вас больше всего. Подсказала ли мне книга, как лучше поступить? И мой ответ – да. Потратив некоторое время на перевод с древнегреческого, я отыскал нужную мне часть книги. А после этого потратил раз в десять больше времени, пытаясь воспроизвести написанное и открывая порталы в другие измерения прямо у себя в гостиной. Там же я наткнулся на объяснение, как пройти сквозь портал после его открытия. И они отличались для каждого из измерений. А рядом с некоторыми из них, в том числе и для Онэлита, имелись довольно зловещие предупреждения. Туда могут пройти лишь души, но никто не вернулся обратно. Так что мне не обойтись без астральной проекции. К счастью, я научился, хоть и против своей воли, создавать ее еще несколько лет назад, когда один из демонов попытался вытащить мою душу силой. Зато теперь не нужно выяснять, как это делать. Помимо этого, мне удалось узнать из книги еще две важных вещи, которые, надеюсь, превратят мою задумку в реальный, а не безрассудный план. Первое. Заклинание на открытие портала должно работать и из Онэлита. По крайней мере, это срабатывало в тех измерениях, которые удавалось посетить автору книги. Так что я собираюсь открыть портал и пройти сквозь него. Сирена останется здесь. Она будет охранять мое тело и в случае необходимости позовет на помощь, используя записанные мной аудиосообщения на ноутбуке. А как только я освобожу маму, на что очень сильно надеюсь, то смогу просто открыть еще один портал из Онэлита. Вторую важную вещь автор, видимо, узнал от кого-то из Онэлита, так как оттуда никто не возвращается. В этом измерении существует своего рода ритуал, позволяющий человеку вызывать демона на состязание, по его выбору, в обмен на приз. Призом может стать все, что угодно, но человек должен поставить на кон что-то равное или большее по ценности. В случае выигрыша человек получает приз, а в случае проигрыша демон заберет и приз, и вашу ставку. И для начала состязания на него должны согласиться и человек, и демон, что кажется вполне логичным. Вот только существуют две проблемы. Мне необходим не первый попавшийся демон, а майнос Юсов. И только он решит, каким будет состязание. Это самая рискованная часть плана. Но все имена обладают силой, и если я смогу связать его со своим, то это позволит установить связь между нами. Кажется, впервые за всю свою жизнь я действительно напуган. Ведь как только я открою портал и шагну в него, пути назад уже не будет. Конечно, отсутствие тела имеет и свои преимущества, я не буду нуждаться в еде и воде, но при этом мне не удастся что-либо взять с собой, потому что это требует больших энергозатрат. Вот и выходит, что, оказавшись в окружении существ, с которыми сражался много лет, я смогу полагаться лишь на собственные силы. Но я шел к этому 10 лет, так что не собираюсь отступать сейчас. Пожелайте мне удачи. Завтра она мне очень пригодится. Всем привет. Я жив и вернулся в наши измерения. Вернулся на Землю. И теперь хочу рассказать вам, как прошли последние несколько дней. Вчера рано утром мы с Сиреной, как и планировали, начали ритуал. Я заранее записал сообщение на ноутбук, чтобы она могла позвать на помощь при необходимости. Съел питательный завтрак и привел себя в порядок, понимая, что оставлю тело на какое-то время, а затем вернулся в гостиную. Сирена вела себя тихо и мало общалась со мной большую часть утра. Думаю, она не хотела показывать, как сильно за меня волнуется. Но я, конечно, все понял. Ведь она привыкла быть частью разума Ульи, единственное время, когда она не проникает в мой разум, когда кто-то из нас спит. Может, это и странно, но при свете дня все казалось мне оптимистичнее, чем накануне. Я чувствовал себя более уверенно и был полон решимости надрать задницу какому-нибудь демону. Рядом со мной прогнулся диван, и я положил руку на плечо сирены. Готова? Спросил я. Нет, но давай сделаем это. Через пару мгновений отозвалась она. Я одарил сирену слабой улыбкой, после чего ободряюще сжал ее плечо и приступил к ритуалу. Признаюсь, что было немного странно открывать портал в другое измерение, сидя на диване у себя в гостиной. Но мне требовалось удобное место, на котором бы осталось мое тело. Я бы чувствовал себя еще более странно, таща куда-нибудь матрас. Спустя пять минут я уже начал сомневаться, что портал откроется, но мне давно следует запастись терпением. Воздух медленно наполнялся энергии, которой, к счастью, оказалось меньше, чем в лесу. Посреди гостиной, прямо между диваном и телевизором, появилось мерцание. Через пару секунд Марьева вылилась в единую картину и я увидел в ней темный песок. Время пришло. Я закрыл глаза и создал астральную проекцию, а уже через мгновение смотрел на собственное тело, развалившееся на диване. Не задерживаясь, я направился к порталу, мысленно радуясь, что у душ отсутствует обоняние, потому что комнату заполняла вонь. Онэлит оказался совершенно не таким, каким я ожидал. Куда не брось взгляд, везде виднелся темно-коричневый песок, но при этом пейзаж оказался красивым. Понимаете, я ожидал, что здесь будут полыхать костры, воздух заполнит вопли и, возможно, я наткнусь на парочку серых ям, но вместо этого оказался посреди песчаной равнины. И вокруг росло что-то наподобие деревьев с белой кроной и черными листьями. Небо было темным, совершенно черным, намного темнее, чем бывает в Новолунии. Если вы когда-нибудь слышали о субстанции Ванта Блэк, настолько темной, что она не отражает свет, то небо выглядело примерно так. На нем не виднелось ни единой звезды или луны, ни даже солнце. Словно свет превратился во тьму и именно она сейчас освещала пейзаж. У меня с трудом укладывалось в голове, как такое возможно. Хотя вокруг не виднелось никого и ничего, кроме деревьев и песка, мне не хотелось рисковать, так что я, едва касаясь песка, дошел до ближайшего дерева и спрятался за ним. Присев на корточке, я пристально вглядывался в окружающую меня местность в поисках каких-либо признаков движения. Но вокруг не виднелось никаких животных, что, наверное, к лучшему. Я попытался воззвать к своему терпению, хотя мне хотелось отправиться прямиком к Майносу. Вот только для начала мне требовалось понять, как существовать в этом мире. Я ждал этого момента почти десять лет, так что могу подождать еще немного. Я сидел и пытался научиться воздействовать на предметы. Вокруг находился только песок, так что я старался поднять его, но моя рука в отсутствии тела проходила сквозь него. А еще мне не удавалось издавать какие-либо звуки, так что потребовалось пройти ускоренный курс, насколько трудно быть призраком, хоть я им стал ненадолго. Сидя под деревом, я старательно представлял себя твердым, как бы глупо это ни звучало, и в конце концов это сработало. Мое упорство оказалось вознаграждено, и я понял, как поднимать песок и говорить, чтобы меня услышали. Непонятно, сколько времени прошло, потому что небо никак не изменилось, но мне показалось, что я потратил на это целую вечность. Честно говоря, я бы махнул на это рукой и с радостью отправился на поиски Майноса, ведь не факт, что во время состязания мне потребуется физическая форма, но мне не удавалось сформировать привязку между нами, не произнося его имя вслух. Я пытался, поверьте. И, зная я это заранее, то потренировался бы управлять астральной проекцией, прежде чем отправиться сюда. Не сомневаюсь, демон выберет такое состязание, в котором будет уверен в победе. Но я так просто сдаваться не собирался. Как только я стал уверенно говорить вслух, то связал свое имя с Майнос Юсефом и приказал нам встретиться. Я не ощущал ни колебаний, ни страха, только непоколебимую решимость. Поняв, в каком направлении мне необходимо идти, я зашагал по темному песку, но не терял бдительность, ожидая, что кто-то появится на пути. Однако, никого не было. И лишь спустя долгое время впереди послышался шум как раз с той стороны, куда меня так тянуло. И, судя по разделявшему нас расстоянию, вой стоял такой, что трудно представить. Да и не хотелось представлять. И все же я продолжал идти, стараясь не задумываться о том, что же ждет меня впереди. А когда забрался на небольшой холм из песка и деревьев, так и замер от удивления. Я добрался до места, которое очень напоминало город, со зданиями и улицами. А прямо у меня на пути возвышались огромные ворота. Но на этом сходство с человеческим городом заканчивалось. Здания оказались выстроены из необычного материала, не похожего ни на что другое. А сама их форма напомнила пирамиды, только с более узким основанием и острым концом. Наверное, это больше походило на шипы, чем на пирамиды. Что ж, я достаточно долго откладывал этот вопрос и уверен, вы сгораете от любопытства, откуда же раздавались те вопли. Но мне все еще довольно трудно осознать, что же я видел. В этом городе находились те огненные ямы, что я видел, когда открывал порталы в это измерение. Но раньше мне не удавалось разглядеть, что же находилось в них. Вопли издавали нечеловеческие души, горевшие в ямах. Вернее, может, они там и были, но не очень много. Судя по всему, демонам нравилось бросать в эти ямы друг друга. Возможно, это делалось в качестве наказания. А может, туда попадали проигравшие бой. А может, они бросали туда друг друга в качестве развлечения. Кто знает. Но это было не единственное, что привлекло мое внимание. Правда, я бы предпочел не описывать остальное. Я отвернулся от открывшегося передо мной вида и сосредоточился на своей цели. Казалось, хаос царил только на улицах, потому что я не заметил какого-либо насилия в зданиях. Мне потребовалось лишь выяснить, в каком из них находится майнос и проникнуть внутрь. Первая часть этой проблемы решилась сама собой и довольно легко. Судя по всему, майнос чувствовал мое приближение, что неудивительно, ведь я связал наши имена, и над одним из этих зданий взметнулся алый флаг. Отчего-то я ни капли не сомневался, что это означало вызов на состязание. Представляю, с каким самодовольством на морде он следил за мной, гадая, что же я буду делать. Вот только я и сам этого не знал. Я не упоминал об этом раньше, потому что это известно многим, но став призраком, я получил возможность проходить сквозь стены по собственному желанию. Оказалось, что и демоны так могут. Попадая на землю, они не имели физического тела и им требовалось приложить усилия, чтобы воздействовать на предметы. Но оказалось, что и на онэлите они способны на это, а значит, даже если я поднимусь в воздух, чтобы пролететь над городом, они смогут поймать меня. Из-за этого у меня оставалось не так уж много вариантов. Здание с красным флагом стояло почти на окраине города, но даже несмотря на близкое расстояние, казалось, что до него еще очень далеко. И передо мной встал выбор, отказаться от своей задумки и, развернувшись, сбежать отсюда, или войти в город. Думаю, вы и сами знаете, что я выбрал. Я подошел к ближайшей к зданию с красным флагом стене и проскользнул прямо сквозь нее. Мне показалось, что самым быстрым путем будет пройти напрямик, прямо через здание, и бросился к первому из них. К счастью, мне почти никто не попался на пути. Не замедляя шаг, я просочился сквозь стену здания и пронесся по его помещениям, не оглядываясь по сторонам. Однако я все же успел обратить внимание, что внутри было помещение, напоминающее вестибюль, в котором находилось много демонов. Пользуясь эффектом неожиданности, я протолкнулся сквозь них и понесся к другой стене. В этот раз я определенно привлек внимание, так как буквально чувствовал на себе взгляды красных глаз. Мне же хотелось поскорее пробраться через вестибюль. Я чувствовал, что меня ждут, но находящиеся в здании демоны поняли, куда я бегу и бросились мне наперерез. Я увернулся от двух демонов, чувствуя, как их лапы царапнули по мне, а затем просочился сквозь стену на улицу. Не сбавляя хода, я кувыркнулся вперед, чтобы увернуться от демона, попавшегося на пути, а как только встал на ноги, тут же отпрыгнул в сторону от еще одного. Не забудьте о тех, что находились в здании. Они тоже пытались поймать меня. Астральное тело пылало в тех местах, где меня коснулись их лапы, но следующая стена находилась всего в нескольких шагах от меня, и я не собирался сдаваться. До нее оставалось всего полметра, когда меня схватили за плечи и повалили на песок. Плечи запылали, вырывая у меня беззвучный крик. Я слышал, как демоны что-то говорят друг другу, но боль заглушала все звуки, так что предположил, что они просто дразнят меня, напоминая, что хоть я и зашел так далеко, но все же потерпел неудачу. Я чувствовал, что Майнос стоит по другую сторону от этой стены, через которую я собирался пройти, и тут у меня возникла идея. Я вызываю на состязание, Май... Хватит! Произнес демон, просачиваясь сквозь стену. Этот молец потратил столько сил, чтобы добраться до меня, так что было бы довольно глупо отказать ему. Вы так не считаете? Демоны, удерживающие меня, замерли и медленно отступили. Моя уловка удалась. Я специально попытался сказать имя Майноса, предположив, что он не захочет, чтобы другие демоны узнали его, так что он вышел, лишь бы заткнуть мне рот. От одного его вида я так рассверепел, что даже на время позабыл о боли и, сжав кулаки, поднялся на ноги. Вы не представляете, как сильно мне хотелось врезать этому мудаку по морде. Почему бы тебе не зайти? Обсудим условия состязания наедине, сказал Майнос и указал рукой на стену. Ты знаешь, зачем я пришел, не так ли? Майнос лишь ухмыльнулся в ответ. Я следовал за ним через большую комнату, в которой находилось несколько демонов. Понимаешь, у меня тоже есть кое-какая репутация. Ты стал единственным человеком за последние сто лет, оказавшимся достаточно храбрым, чтобы добровольно отправиться сюда. А я совершил самые удачные похищения. Давай назовем это так. Я замер. А, неужели ты думал, что твоя мать моя единственная добыча? Вновь ухмыльнувшись, сказал он. Я продолжал следовать за ним, пока мы плыли вверх по полу из шахте, служившей в здании вроде лестницы. В окружившей нас тишине я успел осознать, как сильно разозлился и что все еще испытываю боль. Кажется, мы взлетели на самый верх, когда Майнос остановился и жестом указал мне на небольшое отверстие, предлагая пройти сквозь него. Я оказался в комнате средних размеров, без мебели, если не считать подиума в форме круга в самом центре, и полки. Полки с пятью маленькими баночками, в которых светилась серебристая субстанция. Все оказалось не так, как я ожидал. Что это? Заикаясь, пробормотал я. Майнос взял пустую банку и подошел ко мне. Желая остановить его, я вытянул руку вперед, и он тут же поставил под нее банку. Он не касался меня, а просто удерживал ее в руках. Я перевел на нее взгляд и с ужасом понял, что часть моего астрального тела растекается или капает в банку. Так вот почему у меня болели плечи и бока. Не волнуйся, этих ран недостаточно, чтобы собрать твою сущность. Но я все-таки сохраню это, сказал Майнос и поставил банку на полку. Вот кого ты ищешь, продолжил он, бросая мне банку, стоявшую посередине. Я попытался поймать ее, но она все время проскальзывала сквозь мои руки. Пришлось сосредоточиться и вспомнить, как я обретал твердую форму, и лишь после этого удалось подхватить банку в нескольких сантиметрах от пола. Я не привык поддаваться эмоциям, но не стану врать, в этот момент мной явно управлял нездравый смысл. Я осторожно опустил банку на полу стены, осознавая, что серебристая субстанция единственное, что осталось от моей матери. Хватит! Я пришел, чтобы вызвать тебя на состязание. Я готов поставить свою душу, но если выиграю, то заберу эти пять с собой. Говори, каким будет испытание? С чего ты решил, что я соглашусь на эти условия? И опять эта мерзкая ухмылка. Моя душа новая, а эти нет. Прямо и по делу. Мне нравится. Я принимаю твой вызов. Майнос сделал вид, что задумался. Ммм, какое бы придумать испытание? Вопрос по истории? Нет, слишком скучно. Игра на скрипке? Нет, об этом написали уже целую балладу. О, придумал. Давай просто подеремся. Я даже пойду тебе на уступки, и так как ты не сможешь прикоснуться ко мне, не распадаясь, предлагаю сразиться на мечах. Думаю, Майнос заметил, что мне трудно управляться с твердыми предметами. Но понимание, что я потратил немало времени, чтобы научиться этому, давало мне какую-то надежду на победу, пусть и бесконечно малую. И все же, трудно не признать, что шансы были не в мою пользу. Майнос вышел в другую комнату и вскоре вернулся с двумя широкими мечами, а затем швырнул один из них в мою сторону. Я сделал шаг назад, и через мгновение меч воткнулся в пол у моих ног. Сражение начнется, как только возьмешь меч и вступишь в круг. Проиграет тот, кто получит смертельное ранение, выйдет из круга или сдастся. Я кивнул, соглашаясь с условиями, а затем приложил все свои силы и вытащил меч из пола. Он оказался тяжелым, но острым. И на мгновение я задумался, смогу ли действительно порезать им демона. Но сейчас не стоило сомневаться в себе. От исхода сражения зависела не только моя судьба. Я посмотрел на душу мамы и поморщился. Мне следовало сосредоточиться и самое главное, поверить в себя. Я видел, что демоны, которые преследовали меня на улице, двигались с невероятной скоростью, сверхчеловеческой скоростью. Но сейчас я был астральной проекцией и теоретически не ограничивался физическими возможностями, такими как сила и скорость. Что ж, пришло время проверить теорию на практике. Не сводя взгляд с Майноса, я вступил на подиум и встал в самом центре, а затем поднял меч перед собой. Демон в очередной раз ухмыльнулся и шагнул ко мне. Дальнейшие события развивались невероятно быстро. Майнос взмахнул мечом, целясь мне в грудь. Я увернулся от удара и откатился в сторону. Подиум был небольшим, всего шагов восемь в диаметре, что не давало простора для движений. Вскочив на ноги, я поднял меч и отразил следующий удар, а затем еще один и еще. И все это время чертова ухмылка не сходила с его лица. Демон напирал на меня, пытаясь вытолкнуть с подиума и лишить всего, к чему я так долго стремился. При этом я видел, как он забавлялся надо мной. И как вы, наверное, догадались, в этот момент эмоции взяли надо мной вверх. Я забыл обо всем, желая лишь одного, стереть эту ухмылку с его лица. И в мгновение, когда Майнос слегка отступил, чтобы нанести следующий удар, я поднырнул под его меч и оказался у демона за спиной. Не раздумывая, я развернулся, занося меч чуть выше своей головы. Майнос тут же отступил назад, пытаясь уйти от удара, но слишком быстро осознал, что край находится очень близко. Мой меч врезался в плечо демона, а он рубанул мне по левой руке. Не в силах удержать меч в одной руке, я тут же выронил его, но отступать не собирался. Просто понимал, что порез на плече демон вряд ли посчитает смертельной раной. А если я лишусь этого преимущества, то окажусь в полнейшем дерьме. И я решил эту проблему так же, как решаю большинство своих проблем. Прежде чем Майнос успел прийти в себя, я оттолкнул его и врезал кулаком в лицо. Я так долго желал это сделать, что испытал просто непередаваемое удовольствие. На мгновение мне показалось, что демон устоит, но он покачнулся назад и вышел из круга. Майнос застыл, пытаясь осознать произошедшее, словно не знал, как быть дальше, но затем все же сказал, поздравляю, человек, ты можешь забрать свой выигрыш и уйти. Понимая, что Майнос не очень рад своему проигрышу, я не стал медлить. Первым делом руки потянулись к маминой банке и тут к моим ногам упала спортивная сумка. Я не стал задавать вопросов, а просто поскорее опустил все пять банок в нее. Понимая, что в моем состоянии вряд ли смогу выбраться из города, особенно с банками, которые нельзя протащить сквозь стены, я выпрямился посреди комнаты и начал произносить слова ритуала, чтобы открыть портал на землю. Несколько мгновений спустя воздух передо мной замерцал, сгущаясь в портал. В этот раз я точно знал, куда попадут, так что не оглядываясь, подхватил сумку, шагнул в собственную гостиную, а затем закрыл портал за собой. Оказавшись на земле, я оглянулся, чтобы убедиться, что за мной никто не последовал, а затем заметил, что моего тела на диване нет. И, наконец-то, осознал, что же я совершил. И что делать дальше? Я не раз видел души, но ни одна из них не выглядела, как серебристая субстанция, что находилась в банках. Я вытащил их из сумки и расставил перед собой. А потом, не буду врать, я запаниковал. Выплеснул все свои эмоции. Банки выглядели одинаково, но я не сомневался, в какой-то из них находится душа моей мамы. Я чувствовал ее, и, возможно, еще мог спасти ее. Я решил открыть одну из банок на случай, если души не могли выбраться самостоятельно. И как только это сделал, серебристая субстанция взмыла в воздух и направилась к знакомому белому свету. Я быстро проделал то же самое с остальными банками. Не знаю, как описать, насколько прекрасным показалось мне это зрелище. Я чувствовал умиротворение, которого не испытывал так давно, что уже позабыл, что это за чувства. Мамина душа задержалась на мгновение, а затем, вслед за остальными, направилась к свету. Она словно говорила мне, что все в порядке. И это было так похоже на нее. Просидев еще какое-то время в гостиной, я собрался с силами и отправился на поиски собственного тела. Судя по всему, я отсутствовал больше суток, так что сирена, вероятно, вызвала скорую помощь, чтобы меня доставили в больницу. Мое предположение оказалось верным. Я без труда отыскал свое тело и вскоре вновь соединился с ним. Сирена немного переволновалась из-за меня, но в остальном она чувствовала себя прекрасно. Я же до сих пор мучаюсь от боли в теле и руке, но думаю, со временем все заживет. К тому же, это небольшая цена за спасение мамы. Если вам интересно, что же я буду делать дальше, то с уверенностью отвечу. Думаю, самое время отправиться в отпуск. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин